Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Смотрите, то есть очевидно, что есть у вас некая такая агрессия на кого-то из женщин, да, то есть какую-то женщину вам причинили боль, какую-то женщину причинили вам негатив. Я не думаю, что прямо это вот, прямо связано с тем, что вы чувствуете депрессию, я думаю, что это может быть прямо связано, что депрессия может быть связана с тем, что вы уже ненавидны, как вы говорите, вот, но так или иначе женщины, они уводят вас из состояния комфорта, да, из состояния равновесия. И вот тонкость вся в том заключается, чтобы понять, вот, почему женщина, женщина, почему женщина способна вывести вас из состояния комфорта. Вот, зачастую это какое-то разочарование сильно может быть, а зачастую это может быть какая-то сильная обида, зачастую это может быть некий такой ассоциативный ряд. Вот, то есть, ну, то с чем женщина у вас, к примеру, ассоцирует, вот, с чем она у вас ассоцируется, как она ассоцируется, вот, какие чувства вызывают. Вызывает у вас, ну, то вот, собственно, женщина. Вот, это важно понять, это важно понять. И, собственно, там вот, дальше уже будет, ну, дальше уже будет видно, с чем работать, дальше уже будет видно, куда двигаться, куда двигаться и в каком направлении двигаться, вот. Что касается депрессии, то это заболевание, то есть, вот, ну, депрессия, это заболевание, психическое заболевание. И у вас должен быть диагноз, который, собственно, определяет то, что вы лечитесь антидепрессантами. Вот, но антидепрессанты, это не то, что может вам помочь избавиться окончательно от своих проблем. Потому что все-таки антидепрессанты, это просто лекарство, которое просто, как бы, снижает, может быть, общий уровень тревожности может снизить, но никак не уберет причину депрессивного состояния. Причина депрессии, точно говоря. Вот. И, соответственно, в этом и заключается вся суть, как бы, истории. В этом заключается основной момент. Вот. Кроме того, депрессия означает подавление ваших желаний, означает подавление ваших потребностей, означает подавление ваших потребностей, и, соответственно, насколько в этом участвуют жены ненавидничества, ну, тоже нужно определить данные. Насколько. 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 Вот сейчас вот. Одно с другим связано. Вот. А, ну, соответственно, а, соответственно, можно говорить вам о том, да, что, чтобы, а, в этом направлении поработал. То есть, если вам, вот, врач, который назначил антидепрессанта, одобрил, соответственно, психотерапию, если вам, вот, можно проводить психотерапию. Вот. Что я, настоятельно рекомендую, настоятельно рекомендую этим заниматься. Этим заниматься. Заниматься психотерапией. Вот. Для начала, для того, чтобы понять, что из чего вытекает. Вытекает ли, к примеру, жена ненавидничества из депрессии или депрессия вытекает из жены ненавидничества. Самое самое. Ну, есть у меня, все-таки, вот, сомнения, относительно того, что первичный. То есть, вот, что именно впервые у вас идет. Вот. Я думаю, с таким, может быть, вам ответ. Избавляться от мыслей каких-то я вам не рекомендую, потому что мысли свидетельствуют о том, в чем вы все-таки нуждаетесь. Мысли свидетельствуют о том, что вам все-таки необходимо. Мысли свидетельствуют о том, что вам нужно. Но все-таки, и мысли, они свидетельствуют о том, что какие-то есть проблемы. Вот. Поэтому избавляться от мыслей нет. Я не рекомендую вам, ну, именно вот, именно вот ставить какую-то такую задачу по избавлению от мыслей нет. Я не рекомендую вам это делать. Потому что ничего хорошего для себя, для себя ничего хорошего. Действуя таким образом, ну, вы не получите просто брать. Вот. Так самое все, будет игнорирование ваших желаний, будет игнорирование ваших потребностей, будет игнорирование, опять же, ваших чувств. Вот. Что и, собственно, привело в итоге вас к депрессию. Вот. Поэтому бережнее относитесь к своим чувствам, бережнее относитесь к своим желаниям, своим эмоциям. Вот. Ну, просто бережнее, просто бережнее, да, просто бережнее. Лизическое, ну, самое что, это все-таки ваши чувства, ваши желания, ваши эмоции, ваша эмоциональная сфера. О ней нужно заботиться, все-таки. Потому что, если они не будете заботиться, например, вы, то, кто еще о ней будет заботиться. Вот. А, так вот я могу вам ответить. То есть, обязательно, обязательно вам, вам нужно обратиться к врачу, своему врачу, который назначал вам антидепрессанта, чтобы он, врач, как раз-таки, вот, поисследовал возможность, ну, возможность проведения психотерапии. Вот. И, после этого, уже, вы обратитесь и посмотрите, что можно сделать. Потому что, тут есть, есть некоторые особенности. Вот. То есть, ну, именно, именно, вот, в вашем случае, да, есть некоторые особенности. Вот. Я полагаю, что нельзя просто взять и начать, начать, заниматься психотерапией. Как у наших случаев, я, в вашем случае, все-таки, если вас действительно депресс, то он лучше будет, аао, подстраховаться, да, и посмотреть, что можно, что нельзя. За! Ну, а там всё. Я надеюсь, что он помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что у вас все будет хорошо, я надеюсь, что у вас все будет замечательно. Вот, обращайтесь за помощью, если появится необходимое. Всего доброго.